Продолжение следует... Ну, эти шифры... Вот, вы уже многие видели, поэтому я просто коротко перечислю. Ну, в общем-то, практически большинство шифров... Большинство... Нестойники. Шифров Цезаря. Ну, то есть частотным анализом определяется наиболее частая буква. Вы это делаете. Шифр Вишенера. Вишенера. Все активные шифры. Активные шифры. Шифры... Шифры... Так... Стойки... Ну, и, конечно, шифры... Нижний шифр... Нижний шифр... Нижний шифр... Ну, давайте о книжнем шифре, может быть, скажем немножко подробнее. А именно... Что вы уже об этом говорили... А именно, если у нас есть Х... Книжный шифр, где ключ берется отмысленный текст... Снег-пайки. То есть... Х... Открытие Х... У нас просто... Последовательность... Ключ... У нас... Тоже... Осмысленные последовательности... Так, ладно... К... Т... То есть... Это у нас... Осмысленные... Осмысленные последовательности... Последовательности... И где... Открытый текст, естественно, у нас... Текст немецкого языка... Осмысленные со всеми структурой... Частотами... Отвещаемости губ... Беграм... Беграм... Там, через... Снеги-пирсимвол... Шифр... Текст... У нас, получается... В результате... Сложение... Здесь, по-моему... 20 единиц... По-моему... М... И получаем... Шифр... Текст... И... Т... И вот... В результате... Из-за... 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 От всех текстов ирик однозначно восстанавливается и открытишь текст и секретный ключ К. Поэтому, если он повторялся потом, то он считается в блок системы, если он просто повторялся. Если же он не повторялся, каждый раз была новая строка, то он, в принципе, для восстановления открытого текста и не нужен. То есть открытый текст всегда может быть восстановлен. И мы это посмотрим несколько позже, что для этого надо сделать. Как эти тексты можно восстановить. Ну, в принципе, там есть несколько методов криткоанализа. Во-первых, опять же, конечно. Это анализ биграмм. Любой символ открытого текста ирикотин, например, он может быть получен разными способами суммирования символов. И они имеют разную вероятность. То есть здесь можно поставить наиболее вероятные биграммы, которые могут быть. Затем использовать, соответственно, частоту встречающего биграмма в тексте Х, рядом стоящего биграмма в тексте К. И таким способом восстанавливать оба открытых текста. Либо есть метод с использованием вероятного слова. Ну, считается, что тут встречается какое-то слово. Я не знаю, например, слово в открытом тексте. Или в тексте, который мы знаем, тоже это текст из некоторой книги. То есть там осмысленные браги. Ну, например, слово там начало. Ну и вот предполагается, что здесь это начало присутствует в каком-то месте. И тогда по шифрованному тексту и двигая по слову начало, мы ищем, какой же будет отрезок в ключе К, который тоже осмысленный. И найдем место, в котором здесь получится осмысленный кусочек. И два кусочка мы восстановим где-то по шифровому тексту. И дальше мы можем расширять, предполагая слева и справа добавление к этому слову и к этому букву. И, соответственно, используя пячество в нем. То есть эти тексты восстанавливаются. И когда мы будем, может, рассматривать антропию текстов, и мы увидим, что достаточно, чтобы эти тексты можно было оба восстановить. В принципе, даже если три раза мы просуммируем антропия тексты, то ведь еще можно восстановить. Правда, это очень-очень сложный. Ну, давайте теперь подчеркнем еще, что вот рассмотрим теперь шифр. Рассмотрим шифр. И здесь у нас напоминаем. Крепый текст. Их у нас есть, икс один, икс два, икс один. И ключ. Ключ у нас чисто, случайно, последовательный. Ну, здесь суммирование по моду документов. У нас в суммировании, по-моему, числа буквал помидий. Вот, значит, во-первых, на основе открытого текста ключа, отрезок ключа, как видно, сразу же восстанавливается. Если атака на основе открытого текста, то, когда есть открытый и шифрованный текст, ключ восстанавливается. Но восстановление ключа, зашифрованное нам совершенно бесполезное, поскольку дальнейшее шифрование будет совершенно другим ключом. Это лента одноразового пользования, и он уже повторяться не будет. Поэтому атака на основе открытого текста нам ничего не дает. Ну, само собой, разумеется, атака на основе шифрованного текста. Тут, в принципе, если ключ нам бесполезно искать, потому что он дальше не будет использоваться, то, может, можно определить открытый текст, используя частотный анализ. Ну, легко видеть. Так как ключ выбирался равновероятно, то, в принципе, для любого шифрового текста будет существовать ключ, ну, для любой пага открытых текстов и шифровых текстов существует ключ, который даст для данного шифрового текста этот открытый текст. И, соответственно, мы не таким анализом не сможем все-таки определить, такой же, скорее всего, который был зашифрованным. Так как всегда существует ключ, который даст любой открытый текст. И вот этот шифр Вернама было как раз строго доказано, что уже шиноном на основе математической теории информации было доказано, что он не взлам. Таким образом, атаку шифра Вернама на основе открытого текста нет никакого результата. Ни на нет успеха. На шифре Вернама можно, в принципе, рассмотреть дальше атаки с использованием дополнительной информации. Атаки с использованием информации с побочного канала. Побочного канала. Давайте хотя бы какие-то примеры. Например, что может быть побочным каналом? Это какие-то данные о процессе шифроватки. Ну вот рассмотрим, допустим, то есть если мы рассматриваем панатематический объект, то пусть один способ нападения, а если мы рассматриваем как происходит процесс шифрования непосредственно, это может быть использована еще дополнительная информация. Ну, шифр решетка кардана. Решетка кардана. Ну, как вы помните, что здесь у нас была решетка, которая вырезана от опыта. Ну, может быть, не будем их точно вырезать, а просто отметим приблизительно, где они будут быть вырезаны. Не повторять. если это решетка у нас наверное придется выбрать ключ какой-то. Давайте делаем маленькую решетку. Ключ выбрать маленькую. То есть 1, 2, 3, 4. Ну, тогда мы нумеруем с учетом поворота 2, 3, 4. С учетом поворота 1, 2, 2, 4. И, соответственно, 1, 2, 3, 4. Теперь нам надо выбрать 4 окошечка, чтобы решетка работала. где-нибудь единицу выберем и вырежем здесь. Где-нибудь двойку вырежем. Где-нибудь тройку и где-нибудь четверку. Вот это 4 окошечка вырежем и решетка будет работать у нас в соответствии с ее устройством. То есть при каждом повороте все написанное будет закрыто и за 4 поворота соответственно. Вот. Ну и допустим вы при записывании тему букву неаккуратно один раз поставили решетку. Ну вот ну давайте неаккуратно как? то есть если аккуратно то соответственно на рисунке будет совершенно четко написано ну вот один раз вы поставите неаккуратно и буквы буквы здесь например записаны не в центре а где-то там а здесь там б через боку здесь б здесь г а остальные буквы по центру там какие-то н и и вот дана и вот уже на глаз можно видеть что вот эти буквы смещены смещены на глаз можно видеть это сразу определяет ключ решетки то есть когда вы пользуетесь решетки надо всегда ставить ее однозначно без всякого сдвига и буквы присылать именно в середине клеточки чтобы нельзя было по вот неоднородностям получающимся содвигом определить ключ ну а здесь сразу видно вот эти четыре буквы они смещены и сразу определяется ключ ну шифернам второе шифернам пернам вот несмотря на то что он как шифер математический абсолютно стойкий его нельзя обманывать ну допустим что допустим что Z что алфавит двоичный допустим что алфавит Z2 то есть безулее Денис и по форме и сообщение шифр текст передается по алфавит не шифр текст передается по проводам передается импульсами тока импульсами тока и по порни импульса то есть плохо работает сумма не плохо он работает с точки зрения математики хорошо но с точки зрения того что можно различить какое было суммирование в этом смысле при фиктографе ему плохо работает а именно и по форме форме сигнала сигнала ну то есть можно отличить можно различить и и он и и равна ну получим получим как 0 плюс 0 или 1 плюс 1 или и равна единица получим так 0 плюс 1 или 1 плюс 0 то есть если это можно сделать то тогда по форме сигнала ну например 1 плюс 1 если передавался 0 и образован в результате суммированный здесь 1 плюс 1 то этот больше апплитудно имеет сигнал ну я примерно здесь меньше апплитудно и можно различить и тогда мы собственно получим где-то нули мы сразу видим что здесь стояло 2 нуля и 2 единицы ну и соответственно если их здесь отличаются то мы сразу устанавливаем открытые тексты ключ даже в шифроверном тексты вот это пример отап с использованием информации с побочного канала ну вот вам Сергей Владимирович еще много расскажет о таких отапах с использованием информации с побочного канала и с ошибками и с изменением времени выполнения операций и другими и другой дополнительной информацией то есть вот мы видим что шифры классические они совершенно нестойкие даже при нападении на основе только шифров текста ну многие там допустим с использованием электональцев и с использованием современных современных компьютеров ну что касается действительно использования как исторические шифры ну их в общем да можно было и считать на этом этапе достаточно стойкие во-первых не было компьютеров для канализа во-вторых не было такой частной переписки и получить открытый текст допустим для шифрованного текста это крайне была маловероятная ситуация и поэтому атаки на основе открытого текста практически были невозможны в то время а вот атаки на основе шифрованного текста были возможны но пользоваться ими такими атаками с успехом могли только хорошо образованные коэффицированные специалисты именно цифртографии ими вот таких было много в частности помните что в мишене 300 лет вообще не знали как его сломать расшифровать хотя вот сейчас в лабораторке мы пишем всю программу он быстро вламывается а для этого не надо даже как говорится быть слишком большим приторком то есть алгоритм естественно и вот это сделать вот так так ну что хотелось мне сегодня еще мальчик кое-что ну давайте мы не будем проголосать сегодня и закончим в следующий раз будем математические будем расслаблять вопросы и мы будем вопросы и и и и и и и